What science is and how and why it works? Доктор Марк Цукерберг Обожаю это место. Спасибо вам, что пришли в такой дождь. Обещаю, вы не пожалеете. Президент Фауст, Попечительский совет, преподаватели, друзья, воспитанники, счастливые родители, административный совет и выпускники лучшего в мире университета. Для меня честь стоять здесь, потому что, согласитесь, вам удалось то, что не удалось мне. Если я смогу завершить свою речь, то хоть что-то я здесь закончу. Выпуск 2017, поздравляю! Немного странно выступать с речью не только потому, что я недоучился, но мы с вами, в общем-то, одно поколение. Не прошло десяти лет, как я сам поднимался по этим ступеням. Мы учили те же предметы, просыпали одни и те же лекции. Да, все попали сюда своим собственным путем, особенно ребята из кампуса. Но сегодня я хочу поделиться мыслями о нашем поколении и мире, который мы строим. Но прежде, за эти пару дней на меня нахлынули воспоминания. Кто из вас вспомнит, чем вы занимались, когда получили письмо из Гарварда? Я играл... Я играл в цивилизацию. Я сразу сбежал вниз и показал папе, а он зачем-то взял камеру и стал снимать, как я его открываю. Могло получиться очень грустное видео. Но клянусь, мои родители считают поступление в Гарвард главным моим достижением. Мама согласна. Все понимают, о чем я. Это очень непросто. А кто помнит свою самую первую лекцию? У меня была информатика с потрясающим Гарри Льюисом. Гарри? Я опаздывал, и поэтому, не глядя, натянул футболку, потом оказалось, что наизнанку, задом, наперед, спереди бирка торчала. Я не мог понять, почему со мной никто не разговаривает. Кроме одного парня, Кей Экс Джина, которого это не смутило. Мы вместе начали программировать, и теперь он тоже рулит Фейсбуком. И это, ребята, причина быть добрее к людям. Но самое мое дорогое воспоминание, это то, как я встретил Присциллу. Я тогда только запустил прикол с Фейсмэш, и в администрации захотели со мной поговорить. Все были уверены, что меня вышибут. Родители приехали помочь с вещами. Друзья устроили тусу по этому случаю. Обалдеть можно! Так получилось, что Присцилла тоже пришла туда с подругами, и мы познакомились в очереди в туалет в башне Фохо. И я сказал ей, наверное, одну из самых романтичных фраз. «Меня выгоняют через три дня. Нам надо успеть на свидание сходить». Все, кто выпускается, можете пользоваться. «Меня сегодня выгонят, срочно идем на свидание». Меня так и не выгнали. Я ушел сам. Мы начали встречаться, и... Знаете, в фильме показано, что Фейсбук начался с Фейсмэш. Но это не так. Хотя, если бы не он, я бы не встретил Присциллу. Она самый дорогой человек в моей жизни. Так что это мое самое большое достижение за время учебы здесь. Здесь начинается крепкая дружба. А иногда и семья. Я очень благодарен Гарварду за это. Спасибо тебе. Сегодня я хочу поговорить о цели. Но я не буду говорить о важности ваших личных целей. Мы дети миллениума. И действуем по наитию. Нет. Я скажу, что найти свою цель — это еще не все. Вызов нашего времени — создать мир, в котором у каждого будет цель. Мне очень нравится эта история. Во время визита Кеннеди в центр НАСА он спросил уборщика, чем тот так занят. А тот ответил, «Господин президент, я помогаю отправить человека на Луну». Цель — это чувство, что ты — часть чего-то большего, что ты нужен, и тебе есть ради чего работать дальше. Цель делает человека счастливым. И сегодня это важно как никогда. Когда выпускались наши родители, они находили цель в работе, религии, друзьях и знакомых. Сегодня же технологии вытесняют многие профессии. Люди уже не так едины в интересах, они чувствуют одиночество и подавленность и пытаются заполнить эту брешь. Я много путешествовал и видел детей в исправительных колониях, наркозависимых, которые говорят, что «все было бы иначе, будь у них чем заняться после школы и куда пойти». Я говорил с рабочими на заводе, они знают, что работы не будет и думают, что делать дальше. Чтобы общество двигалось вперед, нашему поколению необходимо принять вызов. не только создать рабочие места, но и найти новую цель. Я помню тот вечер, когда запустил Facebook из комнатушки в общежитии Кёрклинд Хаус. Мы с KX пошли в пиццерию, и я помню, что был счастлив, ведь я создал соцсеть для студентов. Я сказал, однажды кто-нибудь создаст сеть на весь мир. Я даже думать не мог, что это будем мы. Мы были просто детьми. Мы не знали ничего об этом. На рынке технологий были большие, мощные компании. Я думал, они сделают это. Но нам было очевидно, что люди хотят общаться. И мы работали над этим день за днем. И я уверен, в вашей жизни будут такие же примеры. Когда назревает очевидная перемена, и вы думаете, кто же ее воплотит? Никто. Только вы. Но недостаточно иметь цель самому. Нужно помогать другим найти ее. Я узнал это на своем опыте. У меня никогда не было мечты основать компанию. Я хотел менять мир. И когда к нам стали приходить все новые люди, я думал, что им это тоже интересно. Поэтому я не объяснял, зачем нужна наша компания. Прошло время, и появился покупатель. Я не захотел продавать. Я хотел объединять людей. Мы работали над первой версией новостной ленты, и я думал, если удастся, мы изменим мир новостей. Почти все остальные были за продажу. Это был их стартап мечты, но без высшей цели. И это расколола компания. После шумного спора, один из помощников сказал мне, что если я не соглашусь сейчас, я буду жалеть об этом всю жизнь. Непонимание было таким сильным, что спустя год сменился весь управленческий состав. Для меня, как главы Facebook, это было самое трудное время. Я верил в наше дело, но не видел поддержки. Хуже того, я был виноват. Может, я был неправ. Самозванец, юнец, не имевший представления о мире. Сейчас, спустя годы, я знаю, что именно так и бывает, когда нет высшей цели. И именно мы должны ее создать, чтобы все могли развиваться. Сегодня я хочу поговорить о трех возможных способах создать мир, в котором у всех будет цель. Вместе браться за серьезные проекты, заново определить понятие равенства, чтобы все могли идти к цели, и создать глобальное сообщество. Поговорим сперва о серьезных проектах. Наше поколение увидит, как миллионы людей заменят роботы и беспилотные автомобили. Но вместе мы можем добиться большего. У каждого поколения есть свои достижения. Более 300 тысяч человек работали над тем, чтобы отправить человека на Луну, включая того уборщика. Миллионы волонтеров помогли детям побороть полиомиэлит. Миллионы людей участвовали в строительстве плотины Гувера и других проектах. Теперь наш черед делать великие дела. Знаю, вы, вероятно, думаете, но я не знаю, как строить плотину или как привлечь к работе миллиона людей. Но давайте открою вам секрет. Поначалу никто не знает. Идеи не рождаются полностью созревшими. Ясность появляется, когда над ними работаешь. Поэтому нужно просто начать. Пытайся я сперва узнать все о том, как объединять людей, я бы никогда не начал Facebook. Фильмы и поп-культура все врут. Сама мысль об этом волшебном моменте озарения — это опасная ложь. Мы чувствуем себя неполноценными, ведь у нас не было озарений. Эта идея не дает людям даже начать работать над своим замыслом. Ах да, знаете, что еще не так в фильмах про инновации? Никто не записывает математические формулы на стекле. Не бывает такого. Хорошо быть идеалистом, но будьте готовы к тому, что вас поймут неправильно. Любого, кто работает над чем-то большим, назовут безумцем, даже если он окажется прав. Любого, кто работает над сложной проблемой, обвинят в том, что он не полностью ее понимает, хоть знать все наперед и невозможно. Любого, кто берет на себя инициативу, будут убеждать, что он торопится, ведь всегда есть те, кто хочет вас придержать. В нашем обществе мы отказываемся от великих дел, боясь ошибиться, игнорируя проблемы, которые останутся из-за нашего бездействия. Чем бы вы не занимались сейчас, вы столкнетесь с трудностями. Однако это не должно нас сдерживать. Так чего же мы ждем? Пришло время великих дел для нашего поколения. Может быть, решим проблему изменения климата, чтобы не разрушить нашу планету и найдем работу миллионам людей в разработке и установке солнечных батарей? А может, избавимся от всех болезней и попросим волонтеров отслеживать состояние здоровья и предоставить информацию о своем геноме? Сегодня мы в 50 раз больше тратим на лечение, чем на профилактику самого заболевания. Полная бессмыслица. Это можно исправить. А что, если усовершенствовать демократию так, чтобы все могли голосовать онлайн? и ввести персонализированное обучение для всех? Этого мы можем достичь. И давайте сделаем так, чтобы у каждого в обществе была своя роль. Давайте вершить великие дела не только ради прогресса, но и ради цели. Итак, работа над крупными и значимыми проектами — это первое, что мы можем сделать, чтобы у каждого в мире появилась цель. Второе — это переосмысление понятия равенства, чтобы у каждого была свобода в достижении цели. У многих из наших родителей была стабильная работа, а мы все предприниматели, неважно, начинаем ли мы свой проект или участвуем в чьем-то. И это классно. Благодаря культуре предпринимательства мы смогли достичь такого прогресса. И она расцветает, когда можно спокойно опробовать множество новых идей. До Фейсбука у меня были и другие проекты. У меня были игры, чаты, инструменты для обучения, музыкальные проигрыватели. Я такой не один. Джон Роулинг опубликовала Гарри Поттера лишь с 13-й попытки. Даже Бейонсе пришлось написать сотни песен, чтобы дойти до уровня Хэйлоу. Величайший успех достигается только при возможности ошибаться. однако сегодня из-за уровня неравенства благосостояния страдают все. Если нет возможности превратить идею в великое дело, то в проигрыше оказываемся мы все. Прямо сейчас в нашем обществе чрезмерный упор идет на поощрение успеха, но мало внимания уделяется тому, чтобы у всех было достаточно попыток. Признаемся, с нашей системой что-то не то. Если я могу жить здесь и за 10 лет заработать миллиарды долларов, в то время как у миллионов студентов не хватает денег на оплату учебы, не говоря уже о бизнесе. Просто я знаю много предпринимателей, но не знаю никого, кто бы передумал начинать дело, боясь, что мало заработают. Но я знаю слишком много тех, кто не стал идти к своей мечте, ведь у них не было запаса средств на случай неудачи. Все мы знаем, что для успеха нужна не только хорошая идея или усердная работа. Для успеха нужна удача. Если бы мне приходилось поддерживать семью вместо того, чтобы писать код, если бы я не знал, что в случае неудачи в Facebook у меня все будет в порядке, то сегодня я бы здесь не стоял. И если по-честному, мы все знаем, как нам везло на нашем жизненном пути. Каждое поколение расширяет значение слова «равенство». Раньше боролись за права и гражданские свободы. У них были новый курс Рузвельта и великое общество. Пришел черед нашего поколения определить новые социальные правила. нам нужно общество, в котором прогресс измеряется не только экономическими показателями, как ВВП, но тем, сколько людей нашли себя. Нужны новые подходы, например, безусловный базовый доход, чтобы никто не боялся делать первый шаг. Все мы много раз сменим работу, и нам нужны службы ухода за детьми и доступное здравоохранение, не привязанное к конкретной организации. Все мы будем ошибаться, потому нам нужно общество, которое не будет так сильно наказывать и клеймить нас. В условиях постоянного развития технологий мы должны иметь возможность учиться всю нашу жизнь. И да, позволить каждому идти к своей цели будет дорого нам стоить. Такие, как я, должны за это платить. И многие из вас, у кого все получится, тоже. Поэтому мы с Пресциллой запустили инициативу Чан-Цукерберг и предоставили наши средства для продвижения равенства для всех. Это и есть ценности нашего поколения. Вопрос, а будем ли мы это делать, не стояло. Был лишь вопрос, когда. Поколение родившихся на рубеже веков одно из самых щедрых в истории. Ежегодно трое из четырех миллениалов в США делают пожертвования, а семь из десяти организуют сборы. Но дело не только в деньгах. Также нужно и время. Я вам обещаю, всего одного двух часов в неделю хватает, чтобы помочь кому-нибудь, помочь им реализовать себя. Возможно, ну, это много, и так времени нет. Я тоже так думал. После выпуска из Гарварда Присцилла стала учителем. И перед началом нашего образовательного проекта она сказала, что я тоже должен попреподавать. Сперва я не хотел. Понимаешь, я немного занят, тут одной компанией управляю. Она стояла на своем. и я стал вести дополнительный курс по предпринимательству в местной школе. Я рассказывал им о разработке продукта и маркетинге, а они рассказывали, каково учиться в школе, терпя издевательства из-за своей расы или когда твой родственник в тюрьме. Я делился с ними историями из студенческой жизни, а они своими надеждами попасть в колледж. Уже пять лет мы собираемся с этими ребятами раз в месяц. Один из них даже организовал нам вечеринку по случаю нашего первенца, а в следующем году они идут в колледж. Все до последнего. Впервые в истории их семей. всегда можно найти время, чтобы кому-то помочь. Давайте позволим всем идти к своей цели не только потому, что это правильно, а потому, что когда люди воплощают свои мечты во что-то великое, выигрываем мы все. Но цель это не обязательно ваша работа. третий способ подарить всем цель в жизни это создать сообщество. И для нашего поколения всем это значит всем в мире. Давайте по поднятой руке. Кто из вас приехал из другой страны? Держите. А теперь поднимите руку те, кто с ними дружат. об этом и говорю. Мы росли все вместе. В недавнем опросе у поколения двухтысячных спросили, что лучше всего определяет вашу идентичность. Самый популярный ответ был не национальность или религия, а гражданин мира. И это важно. Каждое поколение расширяет круг людей, которых мы считаем своими. И для нашего поколения это весь мир. На протяжении всей истории человечества мы шли в направлении объединения все большего количества людей. От племен, городам и нациям, достигая то, чего мы не могли в одиночку. Мы знаем, что сегодняшние возможности глобальны. Наше поколение может покончить с нищетой, с болезнями. И знаем, что наши проблемы тоже глобальны. Одна страна не может остановить изменение климата или эпидемию. Прогресс требует того, чтобы мы объединились не в города и нации, а в глобальное сообщество. Но мы живем в нестабильное время. По всему миру есть те, кто остался на обочине глобализации. Сложно переживать за людей в других местах, если мы не уверены в том, что происходит у нас дома. Сложно не замкнуться в себе. Это испытание нашей эпохи. Силы свободы, открытости и глобального общества против сил авторитаризма, изоляционизма и национализма. Те, кто хочет усилить потоки знаний, торговли и иммиграции против тех, кто пытается их сдержать. И это не битва народов. Это битва идей. В любой стране есть люди за усиление глобальных связей и те, кто против. И ООН тут помочь не сможет. Все решится на местном уровне, когда каждый из нас получит ощущение цели и стабильности в собственной жизни, сможет открыться и начать заботиться о других. Чтобы достичь этого, мы должны уже сейчас создавать местные сообщества. Сообщество для нас многое значат. Кто тут из Элиот Хаус? А Лоуэлл? Я знаю, вы дружные ребята, почти что спите вместе. Мэтр? Даже начинать не буду. Неважно, что это за сообщество, команда, церковь, акапельная группа, мы чувствуем себя частью чего-то большего, что мы не одиноки. Они дают нам силы расширять свои горизонты. И от этого странно, что за последние десятилетия участие в каких-либо группах сократилось почти на четверть. Стольким людям теперь придется искать цель где-то еще. Но я уверен, что мы можем сделать эти сообщества лучше и создать новые. Многие из вас уже это делают. Я познакомился с Агнес Игои, которая сегодня выпускается. Агнес, где ты? Ее детство прошло в зонах конфликта в Уганде, а сейчас она обучает тысячи сотрудников охраны правопорядка для защиты граждан. Я встретил Кайлу Оукли и Нию Джейн, которые также сегодня здесь. Давайте, поднимайтесь. Кайла и Ния основали некоммерческую организацию, где люди с хроническими заболеваниями могут найти тех, кто готов им помочь. Я встретил Давида Розу Азнара, который также выпускается сегодня из школы Кеннеди. Дэвид, вставай. Раньше он работал городским советником и успешно помогал сделать Мехико первым латиноамериканским городом, в котором разрешили равные браки даже раньше, чем в Сан-Франциско. Это и моя история. Студента, который из комнаты общежития объединял людей из разных сообществ и будет продолжать, пока мы не объединим весь мир. Перемены начинаются локально. Даже глобальные изменения начинаются с малого, с нас. Сможем ли мы объединять все больше людей, реализуем ли наши величайшие возможности, все зависит от вашей способности создавать сообщество и мир, где каждый человек почувствует, что у него есть цель. Выпуск 2017. Вы выходите в мир, которому нужна цель. Вам ее создавать. И может вы думаете, а могу ли я это сделать? Помните, я говорил, что вел уроки в обычной школе? Однажды, после занятий, я говорил с ребятами о поступлении в колледж, и один из лучших учеников заметил, что у него может не получиться поступить из-за проблем с документами. Он не знал, возьмут ли его. В том году я пригласил его на обед в его день рождения. Хотел ему что-нибудь подарить и спросил. А он стал говорить о студентах, о том, как им сложно, и ответил. Знаете, мне хватило бы и книги по социальной справедливости. Я был просто поражен. молодой парень, имеющий все основания быть циником. Он не знал, позволит ли ему страна, которую он называл домом, единственная для него страна, пойти в колледж. Но он не жалел себя. Он даже не думал о себе. Чувствует свою цель, и он поведет к ней людей. И весьма показательно, что сегодня я даже не могу назвать его имя, не подвергнув его риску. Но если старшеклассник, не уверенный в своем будущем, может что-то сделать для этого мира, то мы просто обязаны последовать его примеру. тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛОДИСМЕНТЫ И перед тем, как вы в последний раз выйдете через эти ворота, сидя здесь перед мемориальной церковью, я вспоминаю о молитве Мишеберах, которую я произношу всякий раз, сталкиваясь с трудностями, и напеваю своей дочери, думая о её будущем, укладывая её спать. Там есть слова. «Пусть тот, кто благословил отцов наших, поможет нам найти смелость сделать нашу жизнь благословением». Надеюсь, что вы найдёте в себе смелость сделать свою жизнь благом. Поздравляю выпуск 2017 года. Удачи вам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Продолжение следует.